Микс Ньюс Все-таки день, наверное, не вечер Уважаемые слушатели, любители кино Олег Пек в студии, программа «Синема» И, ну, вот сегодня, к сожалению, я буду один В студии, очень надеялся Но на то, что сегодня нам удастся поговорить По скайпу с российским кинокритиком Александром Колбовским Но он обещал, обязательно, говорит На следующей неделе сможет Но на этой неделе у него не получается Я очень надеюсь, что он расскажет Свои впечатления о фильмах кинотавра Тем более, что большинство из этих картин Российских обязательно выходят На наши киноэкраны Ну и вообще о том, что происходит В основном в российском, конечно, кино Мы поговорим сегодня Может быть, подведем итоги Первой половины года Поговорим о самых популярных фильмах Премьерах Поговорим о фильмах, которые нас еще только ожидают В кинотеатрах нашего города Ну вот, какие-то летние премьеры Которыми нас порадуют кинотеатры Вообще, что смотрят зрители Подведем итоги Ну вот, сейчас, прошедшего уикенда Самого распоследнего Ну и, конечно, поговорим о новостях Кино, самые какие-то последние интересные новости Сплетни События, которые происходили в кино Я напомню, что происходит Сейчас снимается новый Джеймс Бонд Премьера которого только будет в будущем году Снимается девятый Форсаж Очень много всевозможных проектов Находится в производстве Об этом, обо всем я вам расскажу Но давайте начнем, может быть С событий календарных Дело в том, что сегодня Очень такой любопытный день В самом деле, несколько дат Несколько событий Они связаны с именно кинематографом Если вот открыть календарь Дата 25 26 июня Она как раз-таки Ну, напрямую Связана с кинопроизводством Поскольку в Новом Орлеане В 1896 году Открылся первый в мире кинотеатр До тех пор были показы Ну, господи, там братьев Люмьер Понятно, на бульваре капуцинок Были какие-то Нерегулярные показы сеансов И вот только в 1896 году В Америке, в штате Луизиана Открылся постоянно первый Постоянно действующий кинотеатр С каким-то регулярным показом фильмов С обновлением репертуара К этому времени должно было бы Налажено кинопроизводство И что интересно В этом кинотеатре было 400 мест То есть сразу же Кинематограф нацелился Не на какой-то маленький аттракцион А на очень и очень большое Событие Ну, то есть то, что это будет Событием, привлекающим Большое количество людей Именно в этот день В 1925 году 26 июня Состоялась премьера Одного из лучших фильмов Чарли Чаплина Картина, которая Как уж водится Была абсолютно проигнорирована Американской киноакадемией У нее было всего лишь Две номинации И ни одного Оскара Это фильм «Золотая лихорадка» Картина, в которой Чарли Чаплин выступил Исполнителем сразу По-моему, нескольких ролей Он огромнейшее количество Внес функции Он был автором сценария Автором музыки Он был режиссером Исполнителем главной роли Мне кажется, что Даже у Джеки Чана Не было такого количества Ипостасей, сколько было В этом фильме Чарли Чаплином выполнено И это одна из его Величайших картин Картина, которая осталась В «Золотом фонде кино» Я напомню, что именно В этом фильме был Его знаменитый Танец с булочками Который цитировался И производил Ну, совершенно Удивительное впечатление На не одно поколение Зрителей Там были трогательные Сцены поедания Ботинка Этот башмак Специально готовили То есть, там Сам момент Когда Чаплин Значит Съедал его Накручивая Шнурки Как спагетти На вилку Разделывая Там подошву С таким Как будто бы Это смачный Бифштекс Это совершенно Ну, вот Потрясающе С какой-то фантазией Невероятной фантазией Был фильм И это, кстати Была первая Картина Которую Чаплин Снимал По заранее Готовому сценарию До этого Он предпочитал Импровизировать На съемочной площадке Впрочем Чаплин Был известен Как Сумасшедший Ну, совершенно Перфекционист Он 27 раз Перемонтировал Картину Прежде чем Пришел К окончательной версии Он Снимал По 25 Дублей Сложнейших Сцен Добиваясь Полного Совершенства Причем Очень многие Действительно Постановочные Трюки Делались Именно Вживую А не При помощи Каких-то Ну, свет-эффектов Как сейчас Бы могли выйти Из положения И Интересный Тоже Факт То, что Когда ему Потребовались Потребовалась Массовка Золотоискателей Он На один Съемочный День Специально Нанял 2500 Бродяг Которые Изображали Золотоискателей Причем Несмотря На суровую Погоду Чаплин Снимал Очень много Сцен В натуре В горах Сьерра Невады Ну, часть Съемок Происходила В павильоне Но, тем не менее Начало фильма Было полностью Отснято В натуре В натурных Каких-то Декорациях И не в декорациях Именно На природе И были Конечно Удивительные Их Когда Чарли Чаплина Преследует Медведь Когда Это И трагизм И драматизм В одной Сцене И Конечно Интересно То, что Эта картина В 20-е годы Выходила на экраны В 30-е годы Выходила на экраны И в 42-м году Чарли Чаплин Сделал Новую версию Фильма С учетом Звукового Кино Он Включил туда Собственную Музыку Включил Авторский Текст Который Начитал Сам И Эту Эту Версию Чаплин Считал Окончательной И Он не позаботился О том Чтобы сохранить Оригинальную Копию И В результате Она едва ли Не была утрачена Ее пришлось Восстанавливать Буквально Чудом Удалось Восстановить Из Первоначальных Источников Эту картину И В 56-м году Она была Еще раз Отредактирована Картина Действительно Ну вот Тогда не было Наверное Понятия Блокбастер Но она была Блокбастером Потому что Эту картину Посмотрело Ну Удивительное Количество людей По всему миру И Это История Бродяги Чарли Которая Оказывается Золотоискателем Отправляется Искать Золото На Аляске И Он Знакомится С разыскиваемым Преступником По кличке Черный Ларсен Огромные Комические Сценки В заваленной Снегом Горной Хижине Их приключения В местном Городке Любовь Чарли К местной Красавице Очень Снималось Достаточно Редки И Конечно Не отмечают День рождения Правда Не круглую Дату И Наверное Это уже Будет Круглая Дата 30-45 Лет Исполняется С премьеры Фильма Эммануэль Сильвия Кристель И Пожалуй Ее Самая Главная Звездная Роль В жизни Роль Которая Заслонила С собой Другие Картины Этой Актрисы Из Нидерландов Актриса Которая Сыграла Вот Скучающую Жену Дипломата Которая Погружается В эротические Приключения Фильм Который Тоже Имел Сумасшедший Совершенно Успех И У зрителей И говорили Что По-моему Он занесен В книгу Рекордов Гиннеса Как Картина Которая Рекордное Количество Времени Шла Именно На киноэкранах Потому что Если мы Говорим Про В долгую Жизнь Кино То Это Конечно Наверное Вот Фильм Эммануэль Не знает Равных Потому что Его Показывали Во Франции Показывали Во Франции По-моему На протяжении Ну Очень И очень Долгого Времени Если я не ошибаюсь До середины Восьмидесятых Годов Хотя бы На нескольких Сеансах Хотя бы Буквально На Нескольких В нескольких Кинах В одном Может быть Кинотеатре Но он шел И это было Ну какой-то Такой Культурный Феномен Действительно Который Который Произвел Очень Большое Влияние На Кинематограф Открыв Такие Вот Можно сказать Шлюзы Для Эротического Кино И Для Сильвии Кристал Это была Одна из Главных Звездных Ролей Ну Не говоря уже О том Что песня Из фильма Написанная Пьером Башле Стала Мировым Хитом Эммануэль Кстати Вот Говорят Что Сильвия Кристал Была Возлюбленной Валерии Жискар Дестена Который Картину Разрешил Поскольку Фильм Был запрещен Вот Прошлым Предыдущим Президентом Франции Жоржем Помпиду И вот Его преемник Валерий Жискар Дестен Добился Того Что эта картина Вышла В прокат И Ну В Соединенных Штатах Америки Она по-моему до сих пор С какими-то жуткими Возрастными Рейтингами Ну И что еще Касается Вот Сегодняшнего дня Я напомню 26 число На календаре Несколько Тоже Не юбилей Но однако Эти актеры Режиссеры Отмечают Свой день рождения Это Пул Томас Андерсон Режиссер Фильмов Оскароносных Это уже Опять-таки Составляющих Ну такую Скажем Гордость Американского Кино Это Нефть There will be blood Там Это мастер Это фильм Любовь сбивающая с ног И конечно же Призрачная нить Одна из его Самых последних Работ С Замечательным Британским актером Даниэлем Дэй-Льюисом В главной роли Где он сыграл Вымышленного Кутюрье Который Зашивает Вот В Платье В костюмы Своих клиентов Вот как будто бы Частичку себя И Также Вот Удивительно Но в этот же день В том же году Тоже 49 лет Исполняется актеру Крису О'Донеллу Актер этот Тоже Такой Я бы сказал И Драматической И Яркой судьбой Ведь Крису О'Донелл Он Стал Невероятно Популярен В какой-то момент И Его Его Актерская судьба Взлетев Вот вознеся его Буквально на актерский Олимп Он Затем Также бросила его Вниз И вот Это действительно Ну такой вот пример Того Как актер Которому Очень большие авансы Выдавали В начале карьеры Но вот сейчас Практически Неизвестен Снимается В телевизионных Сериалах Его Наверное Ну вот такая Главная Ну та самая Знаменитая роль Была в фильме Запах женщины Вместе с Аль Пачино Он сыграл Как раз таки Вот молодого Студента Которому грозит Исключение Из колледжа Потому что Он отказался Быть Ну как Стукачом И Назвать имена Своих Ну Сообщников По проказам И За этим Последовал Фильм Три Мушкетера Где он Сыграл Д'Артаньяна Были Вот Все Шансы Все Авансы Для того Чтобы он Стал Большим Ярким Артистом Но Затем Затем Случился Очень Драматический Скажем Провал С фильмом Бэтмен и Робин Джоэла Шумахера Это был четвертый фильм Бэтманиады Где Джордж Клуни Сыграл роль Бэтмена Шварценеггера Главного Злодея И Самое Это ужасное Что В карьере Шварценеггера Может быть Это не так сильно Отразилось Джордж Клуни Сумел Как-то Выплыть Затем Без особых Потерь А Крисо Донал К сожалению Вот его Карьера Вдруг Покатилась вниз И дальше Уже были Какие-то Достаточно Фильмы Проходные Холостяк Вертикальный Предел Ну да Это была такая Яркая Там Картина И Сейчас Практически Актер Не снимается В кино У него По-моему Несколько Есть сериалов Которые В которых Он снимает Морская полиция Лос-Анджелеса В которой он снимается И Как актер Ну практически Он сошел с экранов И перестал Быть известен Широкой публике Хотя Вот еще раз Подчеркну Вот фильм Запах женщины Это одна из его Ну самых Прекрасных Ролей Где он сумел Сыграть на равных С великим Аль Пачино Напомню Что Аль Пачино Получил за эту роль Премию Оскар Ну и еще Вот буквально Минутка У меня есть Дэнни Бун Французский Режиссер Актер Актер Сегодня отмечает 53-й день рождения Опять-таки Во французском кино Не так много Сейчас звезд Тем более Таких Артистов Которые сумели бы Совместить Актерские Режиссерские функции И это Один из Таких Ярких Примеров Нового Французского Комедийного Кино Он Я просто запомнил Этого актера И потом с удивлением Узнал что он же был И режиссером Картины Бобро Поржаловать Французская лента Которую гениально Совершенно перевели На русский язык И смотреть ее нужно Конечно в дубляже Обязательно в русском дубляже Я сейчас забыл Кто был автором дубляжа Но это было сделано Настолько Удивительно Потому что Речь шла про Север Франции Где говорят Ну вот На определенном Наречии И Дэнни Бун Сам был По-моему Автором сценария И режиссером И исполнителем Главной роли Такого Он сыграл Местного полицейского Который Принимает у себя Сосланного туда В наказание Полицейского Из Парижа И Если вы не видели Посмотрите Обязательно Вы получите Море удовольствия Это одна из его Действительно Лучших самых картин Но у него было Много и других Фильмов Возьми меня Штурмом От семьи Не убежишь Любовь От всех Болезней В каких-то В картинах Он выступал В качестве Режиссера В других Только как Исполнитель Главной роли Но вот Недавно Появился Фильм Загадочное убийство На по-моему Нетфликсе Если я не ошибаюсь Дженнифер Энистон Он Это как В этой картине Он играет Такого французского Ну Детектива Комиссара полиции Как всегда Круглого идиота И Это Я понимаю Его попытка Уже сейчас Попасть В Голливуд То есть Вот получить Какие-то Может быть Предложения Сниматься В голливудских Фильмах Ну а мы сделаем Небольшую паузу И вернемся Буквально Через пару минут Итак Продолжается Программа Синема В студии Олег Пека И Ну давайте Перейдем Сейчас К новостям Мы так Увлеченно Ушли в историю Кино Новостям Самым последним Что происходит Сейчас в Голливуде Какие картины Снимают Ну вот Буквально День назад Стартовали Съемки Девятого Форсажа По этому Случаю Вин Дизель Разместил у себя В инстаграме Короткое видео С площадки Он вместе С Мишель Родригес И Ну смысл Их Выступления Их речи В том Что они просто Поражаются Что это уже Девятый Фильм Франшизы Они благодарят Фанатов Что именно Их любовь К этой франшизе Дала возможность Так долго Существовать Этому проекту Ну и Как отмечают Ехидные журналисты Судя по всему В этой картине Только один Лысый герой Ну намекая на то Что Дуэйн Скала Джонсон Который Снимался В последних Нескольких сериях Он в этом Проекте Не участвует Ему по моему Будет посвящено Отдельное Совершенно Отдельное Ответвление Форсажа Ну Дело в том Что Всем известно Что Вин Дизель И Дуэйн Скала Джонсон Очень сильно Конфликтовали На съемках Прошлого фильма Они Действительно Вот на дух Не выносили Друг друга Обменивались Причем Выносили Это Как бы Сор из СБ Были Ну же Журналистам Было известно Они там Публиковали Друг о друге Такие Как бы Очень такие Уничижительные Записи И в результате Я так понимаю Что все таки Вин Дизель За собой Сохранил Застолбил Вот Франшизу Форсажа В то время Как Дуэйн Скала Джонсон Скорее значит Будет сниматься В Специальном Ответвлении Которое Будет посвящено Именно Его герою Но по моему Там вот Джейсон Стэтхэм Будет принимать Участие И по моему Еще несколько Героев Из Форсажа Будут Обязательно Появятся Джастин Лин Становщиком Четырех фильмов Франшизы Вернулся К серии Занимает Режиссерское Кресло По моему Последний Форсаж Снимал не он Но он Написал Вот вернулся Домой Чувствую себя Дома Вот Feels like home Вот так он Подписал Фотографию С первого Съемочного дня Пока ничего Неизвестно О сюжете Что там будет И как Но известно Что Картину надо Ожидать В 2020 году Идут также Съемки Еще одной Такой Монументальной Франшизы С еще более Долгой Историей Джеймс Бонд Причем Пока неизвестно Название Фильма Это Джеймс Бонд Номер 25 Пока Известно Только что Вот главного Злодей Играет Рами Малек Малек Актер Актер Известный Конечно По богемской Рапсодии Прежде всего Он Уже Заявил Что я Не обещаю Мистеру Бонду Легкой Поездки В общем Будет Всячески Терроризировать Агента 007 Появились Первые Видео Со Съемок На Ямайке По сюжету Вот мы знаем Так В завязку Только этого Фильма По сюжету Джеймс Бонд Отходит От дел Отдыхает На Ямайке Когда к нему Приезжает его Старый друг Из ЦРУ И буквально Умоляет вернуться К работе Поскольку Никто кроме Джеймса Бонда Не справится И необходимо Отыскать На похищенную Дочь Похищенного Ученого Похищенного Ученого И выясняется Что Все не так просто И злодей Заманивает Джеймса Бонда В ловушку Ну вот Как бы Это синопсис 25 серии О Джеймсе Бонде В общих чертах Известен Однако Что немножечко Пугает Поклонников Это отсутствие Внятного сценария Говорят о том Что Сценарий Переписывается Постоянно Над ним Идет работа И вот Как можно Снимать картину Когда еще Нет окончательного Сценария Это остается Загадкой У Дэниела Крейга Даже есть Специальный Сценарный доктор Который помогает Ему Править Диалоги Для того Для того Чтобы они Были более Ну Удобоваримыми Яркими И Во всяком случае Вот Дэниелу Крейгу Он помогает Насчет Окончательного Сценарий Съемок Съемок фильма О Джеймсе Бонде Преступник Уже признался В содеянном И Ну Съемки Продолжаются Уже По-моему Объявлена Дата Апрель 2020 Года Времени Согласитесь Но не так уж и много Потому что Картины нужно Не только снять Но еще и смонтировать Добавить Все необходимые Спецэффекты Постпродакшн Сейчас У Дорогостоящих Блокбастеров Занимает Очень много Времени И Чем больше Вот такого рода Ну Чем масштабнее Фильм Тем Дольше Он находится В этом Постпроизводстве Посмотрим Будет ли Претендовать Бонд Или Форсаж Хотя бы на Какие-то технические Оскаровские Номинации Оскар тоже Переживает Кризис И Пытаются Всячески Оживить Оживить Церемонию Награждения Новыми Номинациями Новыми Была попытка По-моему Даже ввести Номинацию Блокбастер Но от нее Отказались Во всем ЧПК Действительно Премия MTV Она очень Наступает На пятки И Такое ощущение Что в кино Ведь все-таки Ходят Молодежь А молодежь Она предпочитает Смотреть MTV Ей нравятся Взрывы Попкорн Такое легкое Летнее кино И Если честно То какие-то Сложные Какие-то Лучшие Костюмы Или там Лучший Звук Монтаж Лучших Звуковых Эффектов Это им Кажется Кажется Безумно Скучно Такие Номинации Как Лучший Злодей Лучший Поцелуй Лучшая Драка Вот это Вот тоже За что Готовы Зрители Голосовать Тем более Это действительно Очень демократично Они Сами Зрители Выбирают Понравившуюся Картину Дают ей Свои голоса Поэтому Вот что Будет дальше С Оскаром Куда он Будет Пытаться Или будет Понравиться Молодежи Или нет Очень сложно Предсказать Но зато Известно Что компания Эппл Собирается Стать Участником Будущих Оскаровских Гонок Как утверждают Информированные Источники Она планирует В будущем Вкладываться В производство Картин Причем Эти картины Будут нацелены На то Чтобы Попасть В списки Лучших Киноакадемий В год Эппл Рассчитывает Выпускать До шести Претендентов На премию Оскар И Эппл Сейчас Пытается Заинтересовать Различных Кинематографистов Талантливых В том Ну В сотрудничестве И Обещают Что бюджет Этих картин Будет От пяти До тридцати Миллионов Долларов То есть Это Вполне Вполне Солидная сумма Которая позволяет Ну Снять Во всяком случае Такого среднего Уровня Фильм Совершенно спокойно Я напомню Что в нынешнем году Нетфликс Произвел Ну буквально фурор Выпустив Стрим-сервис Выпустил картину Альфонсо Куарона Рома Картина Это Конечно Это немножко По большому счету Парадокс Когда фильм Снятый для киноэкрана Все-таки Показывается На Стриминг Сервисах Которые Рассчитаны Прежде всего Для Для Просмотра На телевизоре Хотя телевизоры Сейчас Конечно Бывают и Очень большими На всю стену Но Все-таки Кинопрокат Вот не все Согласны С тем Чтобы Допустить Стриминг-сервисы К Высокому Киноискусству Каннский кинофестиваль Например Решил Все-таки Отказаться От Фильмов Нетфликса Но Теперь Эпл Присоединяется К этой Команде И Теперь Рассчитывает Рассчитывают В Эпл Что Более чем В ста странах Будет действовать Стрим-сервис Эпл Тиви Плюс И Для этого Проекта Для этого Большого Грандиозного Стрим-сервиса Уже Снимают Свои Ну Какие-то Новые Работы Давайте Я просто Перечислю Вы Вот Ощутите Размах Стивен Спилберг София Коппола Найт Шья Малан Джей Джей Абрамс Дэмиан Шазел Тот самый Который снял Ла-Ла Лэнд И прочее Прочее Дженнифер Энистон Ризу Изерспун Рон Ховард Октавия Спенсер И другие знаменитости Это в принципе Конечно Большой конкурент Будет Нетфликс С другой С другой стороны У людей Ну Появится Не то чтобы Выбор Но Появится Возможность И необходимость Очевидно Подписываться И на один И на другой сервис Для того чтобы Быть в курсе Всех фильмов Которые Будут сниматься Ну Во всяком случае Очень и очень Серьезно настроены В Эппл Ну А между тем Джуди Дэнч Выступила С Достаточно Ну Таким Скандальным Провокационным Заявлением В котором Она вступилась За Харви Вайнштейна И Кевина Спейси Я напомню Что Харви Вайнштейн И Спейси Оказались Крайними В таком Грандиозном Скандале Когда Вайнштейна Обвинили В сексизме Кевина Спейси Ему даже Не помогла Не помог Каминг-аут Где когда Он очевидно Рассчитывал Что все-таки К представителям ЛГБТ Не будут Относиться Слишком строго Но тем не менее Вот и его Подвергли Астракизму В Голливуде И долгое время Эти Эти личности Вот Харви Вайнштейн И Кевин Спейси Оказались просто Выброшенными Из кинематографа Уже два года Их Байкотируют Они Не снимают Не создают Картины И Джуди Денч Обратила внимание На то Что Все-таки Несмотря на то Что их обвинили В сексуальных Домогательствах В херасменте Это Невероятно Талантливые люди И Пытаться Отрицать Их роль В кинематографе Пытаться Игнорировать Фильмы С их участием Или фильмы Которые Ну Продюсировал Харви Байнштейн Это значит Обкрадывать Самих себя Джуди Денч Работала С Вайнштейном На съемках Влюбленного Шекспира С Кевином Спейси Она играла В корабельных Новостях И Конечно Ну Я понимаю Что Сейчас Знаете Вот в Голливуде Как в России В 37 году Страшно Вступиться За того Кого Назвали Буквально Вот Врагом Народа И Я Отдаю Должное Все-таки Принципиальности Джуди Денч За то Что она Не побоялась Как-то Высказать Свое мнение И Если честно И действительно Мне кажется Что Ну Игнорировать Игнорировать Такие таланты Это Ну Самим же Себе Вредить Ну что Давайте перейдем Теперь У нас Не так уж и Много времени К Нашему Латвийскому Кинопрокату Я хочу Познакомить вас С картинами Которые сейчас Идут В прокате И Познакомить Ну вот С рейтингом Самых посещаемых Фильмов На первом месте Это Тайная жизнь Животных Анимационный Фильм Для семейного Просмотра Он получил Очень неплохие Отзывы Критиков Специально Создаются Ну Картины Которые Должны Понравиться И взрослым И детям Чтобы не заскучали Родители Которые приходят С детьми Четыре недели На экранах И почти Ну вот Сорок семь С половиной тысяч Зрителей Это пожалуй Самый Посещаемый Самый массовый Вот Фильм Который сейчас Заполнил Все экраны И на этом И на этом фоне Очень скромными Выглядят успехи Людей в черном Люди в черном Действительно Ну Попытка Перезапустить Эту франшизу Сделать ее Без Уилла Смита И Томми Ли Джонса Она провалилась Можно сказать Несмотря на то Что там играет Крис Хэмсфорд И господи Ну вот Девушка Напарница Лиам Нисон Там привлекли Достаточно Тяжелую артиллерию В Америке Фильм провалился Сейчас тем более После того Как вышел Вышел Сейчас Подождите Вышел фильм Занимающий Вот сейчас Первую строчку Установившие рекорды История игрушек Четыре Да История игрушек Четыре Она сумела Как-то полностью Подавить всех Остальных конкурентов Пока вот Кстати я не знаю Когда выйдет У нас Когда у нас Покажут эту картину Вот я смотрю В ближайшие планы Кинотеатров Я не вижу Может быть Пока боятся Ее выпускать Чтобы она не помешала Тайной жизни Животных Еще как-то Собрать Аудиторию Ну вот Пока Люди в черном В Америке Они очень резко Просели На второй неделе Они уже собрали По-моему 10 миллионов долларов И это Очень маленький Результат Понятно что С новыми актерами Франшиза Не будет Продолжена И скорее всего Или придется возвращаться Или закрывать Этот проект Или что-то придумать Какой-то третий вариант Интересно что В России Фильм Люди в черном Показал Более Хорошие Результаты Ну вот Лучше Гораздо лучшие Результаты И Сейчас вот Гадают Почему По каким причинам Но действительно Люди в черном Они В российском прокате Были встречены Гораздо более тепло На третьем месте Аладдин Попытка Диснея Снять Игровой Ремейк Знаменитого Популярнейшего Мультика Я бы не сказал Что в нашем прокате Эта картина Стала блокбастером 19,5 тысяч Зрителей За 5 недель Это средний результат И Я не знаю Сработает ли Эта формула Но Все ждут Короля Льва И Король Лев Это еще один Диснеевский мультик Который будет Перезапущен Такой вот Будет сделан Ребут Можно сказать Этого проекта Аладдин Ну В нашем прокате Он себя не показал На четвертом месте Отпетые мошенницы Как комедия На пятом месте Рокетмен Вот моя буквально боль Поскольку Мне эта картина Очень понравилась Она понравилась Даже больше чем Понравилась Богемская рапсодия И В этом и состоит Парадокс Что Богемская рапсодия После 34 Четырех недель На экранах Ее посмотрели Сто тысяч Сто девяносто шесть Зрителей А Рокетмен Который сделан С еще большим Изяществом Более С большей Выдумкой Его посмотрели Сейчас только Восемь тысяч 1246 Зрителей Я не знаю В чем причина Картина В самом деле Невероятно Хороша Несмотря на то Что я говорю Все время Что это мюзикл Предупреждаю Но это не мюзикл В чистом виде Это картина Художественная Где вставлены Есть несколько Четыре Наверное Таких вот Номера Музыкальных И Эта картина Конечно С удивительной музыкой Элтона Джона И Тейрон Эджертон Который сыграл Элтона Джона Феноменально То есть Это настолько Такое Вживление В роль Которое Но все-таки Мне кажется Даже на голову Выше Рами Малека В богемской Рапсодии На шестом месте Люди Икс Кстати тоже Ну вот Провалившийся Проект Темный Феникс Шесть тысяч Зрителей После трех Недель проката На седьмом месте Суня Целью Юмс Путешествие Пса Докс Джорни Да по-моему Так его Кстати было В оригинале Это уже вторая часть Фильма О душе Собаки Которая Переселяется Изра В разных Животных Ну в разных Собак И Находят новых Хозяев Очень трогательный Такой Фильм Вот первый Фильм Во всяком случае Я его смотрел Второй Вот я еще Не видел Но идея Именно Заставляющая Задуматься О том Какую роль Выполняют Братья Меньшие В нашей Жизни На восьмом месте Годзилла Опять таки Я думаю Что вот Такой Шумный Блокбастер Абсолютно Провалился В нашем Прокате В восемь с половиной Тысяч Зрителей На девятом месте Джон Уик Здесь Ну средний Результат Но мне кажется Что неплохо Девятнадцать тысяч Зрителей И вот Если говорить О картинах Которые Более-менее Выстрелили То конечно Это Как приручить Дракона Третья часть Это Абсолютный Рекордсмен Первого Полугодия В этом году Сто Одна Тысяча Зрителей Богемская Рапсодия Как приручить Дракона Это два Самых Посещаемых Фильма Года Которые С огромным Отрывом Ушли Вперед Ну вот В чем их Секрет Наверное Сейчас будут Гадать Маркетологи Для того Чтобы его Повторить Если говорить О том Что скоро Появится На экранах То Это Фильм Вчера Картина Ну вот Так она Называется Yesterday Это картина Очень Необычная Интересная Опять-таки Музыкальная Дэнни Бойл Снял Очень Забавную Музыкальную Комедию Мелодраму Романтическую Фэнтези Это мир В котором Никто не знает И не помнит Битлз И благодаря этому Всего лишь Один человек Знает все песни Битлз И благодаря тому Что он может Их воспроизвести Он становится Невероятной Звездой И Вот это Такая Слегка Абсурдистская Комедия Скоро выйдет На экраны И кстати По моему В кинотеатре Форум Синема Даже предлагают Вечер Посмотреть Три фильма Сразу Yesterday Rocketman И Богемская Bohemian Rhapsody Так что Три картины Музыкальные Очень Действительно Тесно Связаны За один Один фильм Который Вот я Жду Например С нетерпением Честно говоря Люк Бессон В последнее время Ну Редко Радовал нас Какими-то Интересными Проектами Фильм Анна Это его По моему Попытка Перезапустить Его же Собственный Фильм Никита Ее звали Никита Про девушку Очаровательную Красивую Безжалостную Убийцу История Как бы Повторяется Но тем не менее Вот этот Этот фильм Наверняка Может реабилитировать Люка Бессона В глазах Его Фанатов Ждем Вот я Жду Буквально В начале июля Эта картина Появится на экранах Ну а я желаю Всем хорошего Настроения Фильмов Которые Вам понравятся И до встречи Через неделю